МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кушать подано. Согласитесь, друзья, как же грустно порой осенью. Пасмурно, дожди, листва падают. Но есть и свои плюсы. Это урожай, богатый урожай в ваших колдовых и погребах, собранных за лето. Вот сейчас пару баночек-то мы откроем. Это кулинарная программа Кушать подано. Я ее ведущий, Алексей Кузьмичев. Рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, чтобы вместе приготовить вкусное, полезное, а главное, быстрое блюдо, которое мы испробуем менее чем через несколько минут. А помогать мне сегодня будет Сергей, шеф-повар развлекательного комплекса Екатерина. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, телезритель. Сергей, рад с вами снова встретиться. Вот из этих недорогих и доступных продуктов что мы сегодня сможем приготовить? Сегодня мы приготовим салат легкий и простой, который называется морское дно. И для этого нам понадобится крабовое мясо, перец, огурец, морковь свежая, кальмар, помидор, чеснок и манго. И, конечно, майонез Слобода-Провансаль. Сергей, я смотрю, у нас сегодня свежие продукты, да? Да. Вот, то есть засолку, которую мы приготовили летом, на зиму, не пригодится? Не пригодится. Жалко. Хорошо. Сергей, тогда какая моя сегодня будет задача? Сегодня ты мне поможешь нарезать салат, и это сделается просто и быстро. Так, тогда я начну с огурца. Давай с огурца, я начну. Давай, морковь. У нас сегодня общедоступные продукты на столе, да, и для наших зрителей. А если каких-то вот продуктов нет в магазине, чем можно заменить? Этот салат заменить ничем нельзя. Тут определенные продукты, которые создают нам вот этот вот вкус. И ни соус, никакой, ни майонез ничем не заменяется. Кстати, Алексей, кальмары правильно отваривать нужно не кипятя, чтобы они были мягкие. Ты должен кинуть в горячую воду буквально на 2 минуты и вытащить. Алексей, теперь мы все это начнем соединять, но перед этим мы дорежем оставшийся продукт. Дорежь манго, а я займусь кровавым мясом и помидором. Манго у нас сладкий продукт. Сладкий, вкусный, полезный. Все продукты, которые у нас есть, мы измельчаем вот такими брусочками, да, правильно? Не брусочками, а соломкой. Брусочки, они покрупнее. Надо займись чесноком. Достаточно одного чеснока? Да, но это на любителя, кто как любит, сколько. Некоторые вообще его не едят, поэтому... А можно его заменить луком, допустим? Можно и луком. Лук у нас, в принципе, хороший продукт. Вообще чеснок и лук очень полезный продукт, особенно в такой период времени, когда дождь, слякоть и пасмурная погода. А теперь, Алексей, заправляем все это майонезом слобода. Кстати, майонез слобода провансали состоит только из привычных натуральных продуктов. Вкус майонеза слобода – это естественный вкус природных компонентов. Знак живая еда подтверждает, что перед вами продукт, который приготовлен из компонентов максимальной свежести. Ну, например, основной ингредиент майонеза – это подсолнечное масло. Попадает в его состав практически сразу после отжима. Ну, вот практически и все. Что нам все осталось? Осталось посолить и поперчить. И готово. Перемешать нужно? И перемешаем, конечно. И выкладываем. Итак, друзья, наше маленькое лето готово. Сергей, спасибо вам большое. Ставим вам твердую пятерку. Вот с вами готовят только одно удовольствие. Спасибо, обращайтесь. Ну, а вам, друзья, желаю готовить со вкусом и только полезные блюда. С вами был Алексей Кузьмичев и кулинарная программа «Кушать подано». Приятного аппетита. До встречи. А ты невеста моего брата? Не знаю. Но вы идите тут вместе. Ну да. Одну рубашку тут носите вместе. Так получилось. И спите тут вместе. Это моя невеста, и мы теперь все делаем вместе. Хорошо, когда есть повод пожениться. Майонез «Слободар» в новой упаковке. Кушать подано.